У молодежи много праздников. Международный день 12 августа. Российские юноши и девушки празднуют день молодежи 27 июня. В ноябре Всемирный день молодежи. Он установлен в честь основания Всемирной Федерации Демократической Молодежи в Лондоне в 1945. Чем живет Ярославская и какие планы у властей? Вы смотрите программу на повестке дня. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Мой гость сегодня начальник отдела поддержки молодежных и социальных инициатив управления по молодежной политике мэри Ярославля Владимир Карпов. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Как правило, этот день Ярославская молодежь отмечала довольно активно. Наверное, как и любой другой свой профессиональный праздник. Однако в свете последних известных событий все перешло в онлайн тоже или нет? Но все равно, как правило, 27 июня мы отмечаем более профессионально свой праздник. Как онлайн, так и очно, и заочно. Абсолютно различные формы. Но в сфере последних событий праздник мы будем свой отмечать на работе. Будем смотреть и придумывать дальше какие-нибудь различные проекты. Но уже есть что-то по программе на этот день непосредственно? Ну, отмечу, что еще раз. 27 в основном мы отмечаем. То есть более открыто, широко, но на такой день... Скажем так, этот праздник ближе, да? Ну, все-таки национальный, да. Нам это по душе. Отлично. Мне кажется, вот, наверное, сильнее всех именно молодежь почувствовала период пандемии на себе, потому что все-таки молодежь это творчески подкованные, творчески активные люди. И вот здесь ограничения на ограничениях и ограничениями погоняются. Но, увы, меры вынуждены. Тем не менее, как справляетесь? Как находили моменты, без которых молодежь не может? Моменты общения, моменты творчества, моменты спорта? Ну, безусловно, как и многие другие, мы, конечно же, по весне, либо сейчас очень много мероприятий стараемся перевести в онлайн формате и сохранять определенную безопасность, масочные режимы, стараться делать менее массовые мероприятия. А если массовые, то, соответственно, разделять их, может быть, какие-нибудь различные этапы, либо разводить на несколько дней. Были те моменты, которые мы не смогли найти альтернативу, да, заменить. Этим летом мы не провели свои традиционные летние слеты, которые очень любят у нас уже взрослая молодежь. А молодежь у нас до 30-35 лет, и для них это, ну, действительно было очень ощущаемый, так сказать, момент. Но вместо всего этого, конечно же, мы с ними работали, продолжали, проводили онлайн форматы. Знаете, очень забавный тот факт, что, когда готовился к эфиру, смотрел, какие все-таки прямые эфиры у нас набрали наибольшую популярность. У нас был такой проект «Битва за хайп», где как раз-таки различные фитнес-блогеры, тренажеры, тренера, спортсмены, либо какие-то бьюти-блоги, девушки, которые салон красоты, либо ноготочки делали. Именно вот эта сфера оказалась для молодежи больше всех известна, больше всех востребована. И набирала она там по 10-15 тысяч просмотров, что очень удивительно для меня лично. Получается, летом все-таки без вот этих привычных палаточных лагерей обошлось, к сожалению. К сожалению, да. Наши коллеги проводили в конце августа уже более привычный, но это был все-таки не палаточный лагерь, а стационарный. И палаточки, к сожалению, в этом году нас покинули. Ну, буду надеяться, что в следующем году ситуация изменится. Да, к традициям вернемся. Управление по молодежной политике. Но, тем не менее, приходилось ли идти вот на такие жертвы, как, Владимир, отмена того или иного конкурса или фестиваля? Ну, вот сейчас, например, даже по осени, учитывая, что сейчас еще нет ограничения по массовым мероприятиям, но, тем не менее, сами понимая того, что если нет какой-то супер необходимости проведения мероприятия, сейчас у нас должен был быть областной телемост. Мы должны были связываться с другими муниципальными районами Ярославской области. Но, в связи с тем, что востребованность у нас в Ярославле от молодежи пообщаться с другими ребятами была большая, то это мероприятие тоже было отменено, даже вроде бы в интеллектуальном и онлайн формате. Если говорить о проблемах молодежи, то вот что, собственно говоря, тревожит, в первую очередь, нынче современную молодежь? То есть, кроме пандемии, кроме COVID-19, я понимаю, что это бесконечный, точнее, это будет ответ, бесконечный ответ на короткий вопрос, но, тем не менее. Я бы сказал, даже на любой вопрос сейчас это может быть ответом. Если более глубоко, конечно же, уходить, я считаю, что у нас есть небольшая проблема с инфраструктурой, как раз-таки, для молодежи. У нас в Ярославле их большое количество, 119 человек, которые входят в категорию, как раз-таки, молодежь. И в плане инфраструктуры, может быть, не в каждом районе есть то или иное учреждение в плане молодежи, которое могло бы предоставлять им ту или иную площадку. Мы как раз-таки работаем над этим вопросом. У нас год назад открылся в Дзержинском районе, учитывая, что это самый большой район города, открылся дополнительный филиал нашего учреждения, Красный Перевал. Открылся он на базе торгового центра Альтаир, где как раз-таки, ребята, подростки, молодежь могут провести определенный досуг. Абсолютно бесплатно, кстати. Абсолютно бесплатно провести свой досуг, поиграть, может быть, приставку, настольные игры. Но и потихоньку туда вводится еще, помимо всего прочего, и образовательный процесс, чтобы ребята все-таки, в первую очередь. Проводятся различные мастер-классы, семинары по краеведению, спилс-карты, где нужно из пазл собирать Ярославскую область, карту Российской Федерации. Был опыт и проведение английского языка. Ну вот потихоньку-потихоньку пробуем, что больше интересно как раз-таки для данной категории, которая раньше ходила по торговым центрам, а сейчас будет ходить как раз-таки в этот филиал. Ну и также это же учреждение еще выиграло дополнительную субсидию, грант на 1 миллион рублей. Это проводил областной наш департамент профильный. Выиграли и как раз-таки сейчас у нас идет подготовка, ремонт их основного уже учреждения. И где ближайший, так сказать, маленький микрорайон Норская, в котором могут молодежь подойти, прийти в это учреждение, поиграть и уже в современном учреждении провести свое время. Ну вот если говорить про приятную реализацию тех или иных проектов, тех или иных идей, которые были осуществлены именно в этом году, так мне кажется, что это граффити проект, когда в разных геолокациях появлялись, и точнее появились и остались, что весьма приятно, изображение тех или иных популярных ярославцев. Ну или так или иначе связанных с Ярославлем. Кому пришла в голову эта творческая идея? Вообще граффити для меня это просто год 2020, потому что это тот формат, который нам позволил работать как весной, так и осенью, потому что весной было ограничение, нельзя проводить были мероприятия и так далее, но когда индивидуальный человек, художник может выйти, соответственно, и реализовать то или иное направление деятельности, для нас это было действительно открытием. И в этом году не только на этом фестивале был акцент сделан по граффити, но и 9 мая, и 12 июня, День России. Больше тысячи квадратных метров, наверное, в этом году разрисовали наши художники. Конкретно про граффити-фестиваль, который прошел именно в День города, не забывая свои корни, Дмитрий Облаков, это наш ярославский тоже художник, который выиграл президентский грант. Мы рассказывали об этом выпуске в России. Да, ну и, соответственно, при софинансировании как раз-таки мэрии города Ярославля вот такой вот проект образовался, у нас было порядка 5, получается, граффити, 750 квадратных метров было разрисовано, и очень приятно, что позитивный отклик это вызвало у всех горожан, не спорю, были сомнения. Были сомнения, не знали, как это реагирует, и я безумно горд, что у нас жители города готовы как раз-таки к этому и более современить наш город. А есть сомнения в том, что продолжать подобный опыт или не продолжать? Сомнения абсолютно нет. Мы сейчас общаемся с другими художниками, пытаемся разрисовать еще окна, которые на первом этажах, заброшенные уже здания, заколоченные. У нас уже есть положительный опыт на здании пересечения улицы Трефолевой Советской, где наша художница Елена под прозвищем Хелен разрисовала как раз-таки в своей уже прекрасной форме. И это тоже очень интересно. Общаемся также, пытаемся как раз-таки вот как-то раскачать этот проект. Я думаю, что рано или поздно это выстрелит, и это действительно будет очень важно, и более-более оккультуривание происходит в городе. Все равно к этому нужно тоже привыкать не так сразу. С властями Ярославля, Ярославская Ж, молодежь давно, я так понимаю, нашла общий язык? Ну, я сам общественник уже 10 лет, и я общался как раз-таки еще до работы в администрации. Работаю сейчас в администрации два года, и сам понимаю, как, будучи молодежью, было бы помочь им, как нужно им помочь, в чем им нужно помочь. И поэтому стараюсь максимально больше сейчас общаться как раз-таки с ребятами, и уходить именно в их поля, и организовывать, помогать им те или иные идеи, потому что очень часто не хватает молодежи вот какого-то, не знаю, такое слово, снегирек. Вот ему нужен вот маленький снегирек для того, чтобы он осуществил свою идею, а дальше уже он и сам будет пробовать. Что весьма приятно, то есть получается, взаимоотношения все-таки существуют. Да, однозначно. И общий язык понятен всем. Спасибо огромное. На мои вопросы отвечал начальник отдела поддержки молодежных и социальных инициатив Управления по молодежной политике мэрии Ярослава Владимир Карпов. Вы смотрели программу «На повестке дня». Наши эфиры в понедельник, вторник, среду и четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работал Илья Барабанов. Через несколько мгновений подведу первые итоги дня. Ну, точнее, начну подводить. Так что не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин.